Приветствую, друзья! Вы на канале Синий Эльф. В комментариях ко мне несколько человек обратилось с одним вопросом. Порекомендовать хорошие аккумуляторы типа размера 18650. И я вспомнил, что два года назад покупал такие для своего шуруповёрта Makita. И чтобы не быть голословным, решил разобрать свою двухгодовалую сборку, протестировать, а вы уже потом сами решите, стоит их покупать или нет. На протяжении двух этих лет аккумулятор использовался практически каждый день. Пережил два полных квартирных ремонта. Помогал мне постоянно в установке межкомнатных дверей. Но иногда валялся разряженным по несколько недель. В общем, жизнь его потрепала на полную катушку. Это была моя первая сборка и, собственно, первый опыт работы с литием. Поэтому не судите строго о качестве сборки. Кстати, по этой же причине я специально покупал Литокало GH2 с приваренными лепестками. Потому что импульсной сварки у меня нет. Поэтому для новичков такой вариант даже очень неплох. Благодаря тому, что к аккумуляторам уже приварены лепестки, вы можете без проблем припаивать к ним провода, не боясь перегреть аккумуляторы. В народе за свой характерный коричневый окрас такие банки получили прозвище «шоколадки». Заявленная емкость производителем в районе 3000 Ач. Интересно, какая же осталась емкость спустя 2 года эксплуатации. Для начала полностью заряжу сборку током 3 А до напряжения 12,6 В без балансира. Для того, чтобы посмотреть, какой там разброс по банкам и справляется ли со своими задачами плата балансировки. Мощность заряда 35 Ватт. Сопротивление сборки 211 миллион. Спустя 40 минут аккумуляторы полностью насытились, взяв 1200 мАч. Сопротивление сборки 183 миллион в полностью заряженном состоянии. Ну а теперь самое интересное. Подключаю плату балансировки к полностью заряженным аккумуляторам. Перевожу зарядное устройство в режим «разряд». Напряжение каждой отдельной банки у вас на экране. 4,160, 4,158, 4,163. Идеально! За это аккумуляторам и плате балансировки огромный плюс. Начинаю разряд. Ток разряда 2 ампера. Разряжать буду до напряжения 3,25 на каждом элементе. Сопротивление ячеек 58, 54, 57 миллион. Что вполне соответствует заявленной спецификации. Пока аккумуляторы разряжаются, покажу вам, как подключить плату защиты и балансировки. Потому что по этому моменту также много вопросов. Итак, перед вами типичная схема сборки 3С батареи. Все аккумуляторы спаяны последовательно. Плюс последнего аккумулятора припаивается к клемме 12,6 Вольт. Минус первого к клемме 0 Вольт на плате защиты. Также точки соединения аккумулятора необходимо подключить к соответствующим клеммам на плате защиты. Для того, чтобы работала балансировка. Спустя 66 минут процесс разряда окончен. В итоге сборка отдала 2200 мАч. 24 Ватт-часов. Напряжение на каждой ячейке 341, 343, 341. Сопротивление элементов 58, 54, 57 миллион. Итак, друзья, какие же можно сделать выводы по результатам тестового разряда? Выработка по банкам износ равномерный. Никаких проблем с разбалансировкой в данных экземплярах нет. Потеря емкости за 2 года активной эксплуатации составила 25%. Мало это или много, судить вам. По моему скромному мнению, результат достойный. Поэтому могу смело рекомендовать данные элементы для применения в различных подделках. Касаемо платы защиты и балансировки вопросов нет. Со своими задачами она справилась на отлично. Все ссылки будут в описании под видео. В течение часа сборка была обратно заряжена и отбалансирована. Аккумуляторы взяли 2400 мАч. Друзья, если это видео для вас было интересным, полезным, просьба поддержать лайком, поделиться видео с друзьями, подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр и до скорого. Adios, amigos.